Офис европейского типа. Именно так можно сказать об управлении пенсионного фонда в Шевченковском районе. Здесь прогресс налицо. Евроремонт, новая современная техника, а главная инновация в сфере обслуживания пенсионеров, позволяющей избежать бюрократической волокиты. Церемония открытия обновленного офиса оказалась в сфере пристального внимания областных и городских властей. И это неудивительно. Речь идет о самом населенном районе города, где к тому же проживает большое количество пенсионеров. На улицу Карпенко-Карова, где расположено управление пенсионного фонда Шевченковского района, приехали и губернатор Борис Петров, и градоначальник Евгений Карташов. В момент кульминации организаторы решили отойти от многолетних традиций, и красную ленточку, символически открывающую путь к новым объектам, заменили на светло-синюю. Возможно, на удачу. Пенсионный фонд стремится, и он в своих планах и программе поставил о том, что такие офисы должны быть как можно больше. Сейчас их 12 открыто, в скором времени будут еще открываться, и будут стремиться так, чтобы такие офисы были во всех пенсионных фондах. В новом режиме сотрудники управления работают уже 5 месяцев. Светлана Тимченко говорит, что перестроиться на новую операционную систему было тяжело, но процесс адаптации уже позади. Успехи налицо, скорость обслуживания пенсионеров возросла, волокиты поубавилась. Когда он походил по кабинетам, по этажам, собрал весь пакет документов, и пришел только после этого, пришел и сдает документы. Мы этого тоже избежали. И сейчас новенькие технологии заключаются в том, что все вот эти три программы, которые работали в каждом отделе, своя программа, они сконцентрированы на одного специалиста. Управление с подобным уровнем инфраструктуры пока одно в нашем регионе, но по словам представителей власти, модернизация остальных офисов пенсионного фонда не за горами.